Что такое зумба? Специальная фитнес-программа, помогающая похудеть, или веселый, бодрящий, динамичный танец? Кому вообще подойдет такой вид тренировок? Разобраться в этих вопросах помогла нам Лютовчанка, профессиональный хореограф Анна Павленко. На фабричном пруду атмосфера зажигательной вечеринки. И все благодаря невероятно позитивной и энергичной спортсменке Анне Павленко. Уже не первый год она ведет бесплатные тренировки по зумби для всех желающих. Анна, расскажите, почему решили преподавать именно зумбу? Как вообще к этому пришли? С самого детства я занималась спортивными бальными танцами. Потом выступала за честь своего университета в эстрадном танцевальном коллективе. Мы давали концерты как в разных городах России, так и за рубежом. После этого я поняла, что моя жизнь невозможна без танцев. Но как популяризировать танец среди взрослых людей, которые никогда не занимались танцами? Поэтому я нашла для себя уникальное направление зумба-фитнес, которое сочетает в себе элементы танца и фитнеса. Так любой человек, приходящий на мой класс, может легко заниматься зумбой. Чередуя плавные и резкие движения под латиноамериканские ритмы, двигаются абсолютно все – дети, подростки, женщины и даже мужчины. Элементы такой спортивной хореографии несложные. Повторить их под силу буквально каждому. Тренировки по зумбе на что больше всего похожи? На латиноамериканский танец или это больше фитнес направление? Здесь, мне кажется, все зависит полностью от тренера. Например, я вышла из танцев, поэтому для меня зумба – это все-таки танец. И я обожаю, когда люди приходят на мои классы и просто кайфуют от того, что они двигаются под музыку. Для кого-то, кто пришел из фитнеса, из физкультуры, для них зумба больше похожа на фитнес. Они больше следят за правильностью исполнения движений. В переводе с мексиканского зумба означает «шуметь, жужжать». Это сравнительно молодой вид фитнеса. Он появился на свет в 2001 году в Колумбии. Его создатель – танцор и фитнес-тренер Альберто Перес. Классическая тренировка по зумбе сочетает в себе спортивные упражнения с танцевальными элементами. На мой взгляд, зумба подходит всем людям, которые любят кардио-тренировки и танцевать. Зумба чем-то похожа на аэробику, но только более зажигательную и веселую. У меня уже сердце выпрыгивает из груди, но я все равно продолжаю двигаться. В зумбе присутствуют всем знакомые упражнения на ноги – прыжки, приседания, выпады, приставной шаг. Также во время исполнения многих движений активно задействованы руки. На каких движениях основывается зумба? Зумба – это программа, состоящая из множества танцевальных ритмов. Например, сальса. Дальше, давайте попробуем. С правой ноги вперед и подставка, назад и подставка. Очень легко у вас получилось с первого раза. Видите, поэтому зумба доступна каждому. Назад и подставка. В этом фитнес-направлении прекрасно сочетаются элементы множества популярных латинских, европейских, азиатских и американских танцев. Сальса, хип-хопа, румбы, самбы, ча-ча-ча, фламенко и даже кумбии. Очень интересную историю имеет кумбия. Это было танцем рабов. Они танцевали с прикрепленными к ногам огромными тяжелыми гирями. И в темноте, чтобы найти себе дорогу, они подсвечивали путь свечой. Даш, попробуйте повторить движение. Раз, два, три, четыре, пять. Мы представляем, что на одной ноге у нас тяжелая гиря, а другая может двигаться. А рукой мы освещаем себе путь. Получается волна такая. Да, да. Хореограф Анна Павленко ловко связывает все движения между собой. Они неоднократно повторяются за время одного трека, который длится 3-5 минут. В итоге получается органичный, красивый, единый танец, который приходится по душе многим риутовчанам. Я зумбой занимаюсь уже 4 года. Это необыкновенно увлекательно, чудесно для состояния души, для эмоционального, для гармонии, для любого возраста. Ну, естественно, привести себя в хорошую физическую форму, более того, сексуальную. Но это прежде всего танцы, где отвлекаешься и получаешь колоссальный заряд энергии. Очень хорошая физическая нагрузка, прежде всего, для сердца. Выдерживает целый час вот такое динамичное движение. Очень достаточно тяжело. И иногда нужна вообще подготовка чем-то еще позаниматься. Потом, опять же, на свежем воздухе хорошее позитивное настроение. То есть все вместе это дает вот именно иммунитет. Это и для тела хорошо, и очень заряжает. Просто мега позитивный урок. И это очень легкий урок. То есть для запоминаний не нужно ходить очень долгое время, чтобы запомнить движение. То есть ты пришел и сразу танцуешь. Кстати, по словам тренера Анны Павленко, существуют разные виды тренировок по зумбе. Существует аквазумба, проводимая в бассейне. Она очень похожа на обычную зумбу, но немножко варьируется в движении. Есть зумба-голд. Это прекрасная фитнес-программа для людей золотого возраста, в котором отсутствуют прыжковые ударные нагрузки, чтобы было все мягко и максимально адаптировано для них. И есть зумба-кидс. Это зумба для детей под веселую зажигательную музыку с максимально простыми движениями, чтобы у деток все точно получилось. Подобный вид тренировок подойдет тем, кто хочет улучшить свою физическую форму, считает занятия в спортзале слишком монотонными и скучными. И, конечно же, мечтает сбросить лишний вес. За один час занятий зумбы можно сжечь от 400 до 800 калорий. А вот тем, кто хочет стать тренером по зумбе, нужно пройти специальные курсы. Необходимо пройти специальное обучение. Оно длится два полных дня. В Россию приезжают иногда специалисты из других стран, которые обучают инструкторов. И впоследствии мы становимся членами сети Zumba Instructors Network. Это международная сеть. Для поддержания членства в ней мы оплачиваем ежемесячные взносы, которые гарантируют нам пользование авторской музыкой сети Zumba. В общем, если вы хотите отлично выглядеть, научиться танцевать и просто получаете удовольствие от латиноамериканских ритмов, Zumba – это то, что вам нужно. Дарья Агалакова, Петр Гаретов, Целеканал ТВ Реутов.